Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. До свидания, школа! Сегодня в Черкесии состоятся торжественные линейки. Для 9-х и 11-х классов прозвучит последний звонок. Кадры решают все. О специфике работы отдела кадров Росгвардии – специальный репортаж наших вестей. Давид Виннер, журналист телеканала «Москва-24», поделился впечатлениями о Карачаево-Черкесии, снимая видеофильм о приезде в республике Любови Казарновской. Сегодня в 18 образовательных учреждениях Черкеска состоится последний звонок. В этом году в республиканской столице 572 выпускника 11-х классов и 1337 девятиклассников. Линейки проведут в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами с ограниченным количеством участников. А вот какая будет погода в праздничный для школьников день, узнаем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин 24 мая свой профессиональный праздник отметят кадровики. В России день кадрового работника празднуют с 2005 года. В преддверии этого праздника наша съемочная группа встретилась с виновниками торжества, где отделение кадров вот уже пятый год возглавляет женщина полковник Мадина Каблахова. Ее стаж службы в органах составляет 24 года. Из управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике репортаж Александра Коваленко. Доброе утро, Карачаева-Черкесия. Я рада приветствовать вас на еженедельной рубрике «В гостях у Росгвардии». Сегодня мы встретимся с теми, кто ведет военнослужащих со дня поступления на службу до дня увольнения. Хрупкая женственная, но с характером внутри. Так, в 1997 году мечта юной девушки Мадиной работать в милиции осуществилась. Ее трудовая деятельность началась 24 года назад с рядового милиции. Но уже после аттестации в 1999-м старшина роты патрульно-постовой службы отдела УВД по городу Черкесску Мадина Каблахова была назначена инспектором отдела кадров в УВД. И с этого пути уже было не свернуть. Затем пять лет кадровиком она проработала и в управлении уголовного розыска. И сегодня с гордостью можно сказать, что полковник полиции полностью посвятила себя работе с кадрами. Мы заинтересовались, какими качествами должен обладать сотрудник этого отдела, зная, что лучший ответ нам даст только тот, кто здесь уже почти четверть века. Самое главное для кадровика, я считаю, что это умение работать с людьми. Люди разные приходят, особенно когда кандидаты на... Те, которые проходят службы, уже у которых есть хоть какой-то стаж службы, они уже понимают эту всю специфику и с ними как-то проще. Но все равно у каждого человека есть свой характер. И для кадровика необходимо найти подход к каждому человеку. Потому что каждый человек, который, будь он то сотрудник, военнослужащий, гражданский, приходит в кадры, ну в первую очередь, когда даже вот возьмем, что человек с улицы пришел, хочет устроиться на службу, все приходят в кадры. Надо с человеком побеседовать. Понять вообще, что его привело в эту службу, в эту структуру, для чего это ему нужно. А там уже по ходу где-то мы можем уже понять, что он где-то может спортсмен, он может интеллектуал. Например, в ОМОН мы берем только тех, которые физически развиты. Желательно, конечно, чтобы у них были какие-то спортивные достижения, разряды. Потому что все прекрасно знают, чем ОМОН занимается. Это силовое прикрытие. Здесь каждый знает свою работу, выполняя ее ответственно и в поставленный срок. Уже до такой степени коллектив сплоченный, профессиональный, контролировать нет смысла. Потому что, ну если тебя будут с утра до вечера контролировать, ты не работник. Каждый знает то, что ему надо делать. Просто главное все соблюдать сроки, никому не пропускать, ни звания, ни надбавки. И в любом случае, как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И самое главное, что присваивать вовремя звания, вовремя надбавки устанавливать. Потому что в любом случае, как бы ни говорили, что да, мы хотим служить, но человек-то приходит сюда с надеждой на стабильность, чтобы зарплату получать. У каждого есть семьи, дети. И вот каждый надеется на то, что он в определенное время получит эту зарплату в полном объеме. Для этого нужно, чтобы все контролировали все выплаты надбавок, установления и все остальное. Это все на наших плечах. Рабочий день сотрудников управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике начинается с планирования дня. После окончания планерки сотрудники приступили к своей повседневной работе. Наша съемочная группа пронаблюдала, как проходит прием кандидата на службу. Военнослужащего сотрудника принимаем на должность, полностью по нему проводим комплекс мероприятий. То есть получили заявление, дали ему выписку, что необходимо ему собрать, предоставить. Он приносит, предоставляет, мы проводим по нему спецмероприятие. Также работаем с ПФРом сейчас уже плотно, потому что в прошлом году вышел указ ПФРовский. И согласно этого приказа мы теперь с ними тоже плотно работаем. То есть если сотрудника принимаем на службу, он у нас идет сначала три месяца испытательный срок, он идет как, ну он сразу не назначается на должность, а идет стажером. Там от трех до шести месяцев, но обычно три месяца он стажером идет. Вот, пока он стажер, он числится за гражданской должностью, он как в ПФРе проходит. Далее, когда мы его принимаем на службу, назначаем на должность, он аттестовывается. Мы также подготавливаем отчет и отправляем на ПФР. В преддверии праздника, Дня кадрового работника, своих коллег поздравила полковник полиции, начальник отделения кадров Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Мадина Каблахова. Самое главное, пожелаю всем терпения, как бы банально ни звучало, всем здоровья. У всех есть семьи, у всех есть родители, у всех есть дети. Вот дай Аллах, чтобы все хорошее, что может быть, чтобы никто не переживал за свои семьи, все живые и здоровые возвращались к ним домой. Мы также присоединяемся к поздравлениям, желаем успеха в работе. С вами была Александра Коваленко. На базе Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева состоялась научно-практическая конференция с участием международных специалистов по языкам и литературе. Она была посвящена памяти известных абазинских литературоведов и литературных критиков Владимира Тугова и Касая Баталова. Фатима Даурова продолжит тему. Владимир Батахович Тугов и Касая Жумарович Баталов – это ученые из числа тех, кто стоял в истоках становления и развития фольклористики народов Карачаева-Черкесии, литературной критики и литературоведения. Две научные фигуры, две глыбы, на которых по крупицам выстраивался фундамент и крепкие стены процесса изучения и обучения родного абазинского языка в Карачаево-Черкесии. Труды ученых стали основной базой преподавания одного из самых сложных языков в мире. Проводить научные конференции в честь именитых ученых, оказавших большое влияние на развитие Карачаева-Черкесского госуниверситета, стало уже традицией. Как раз и получилось, что в этом году юбилей у них, и мы решили посвятить вот эту конференцию памяти наших товарищей, которые действительно очень многое сделали для становления и филологического факультета, но и научной составляющей нашего вуза. Карачаево-Черкесский госуниверситет, естественно, гордится тем, что эти два выдающиеся деятели культуры и литературы народов Карачаева-Черкесии работали, учились здесь в сценах Карачаево-Черкесского госуниверситета. На их примере мы воспитываем не только тех, которые обучаются по направлению абазиноведения, но и других представителей других народов, которые занимаются так или иначе родным языком, родной литературой, родной культурой. За организатором конференции выступило Международное объединение «Алашара». В ней приняли участие ученые и специалисты в области филологии из Карачаева-Черкесии, Абхазии, Адыгеи, Ставрополя и Дагестана. В ходе работы поднимались вопросы, касающиеся литературе, фольклора, языков народов Северного Кавказа. И одним из актуальных оказался вопрос сохранения национальных языков. Здесь лингвисты в один голос заявили о том, что одной из самых главных ролей в изучении языков отводится семье, где старшие с первых дней должны приучать малышей к звукам родного языка. Говорят же, человек, когда рождается с материнским молоком, должен изучать свой родной язык. И любой национальности человек, основой мышления является родной язык. Сперва мозг получает сигнал на родном, а потом отдаёт другие сигналы. Каждая мать, каждый отец, каждой семье, как родился ребёнок, должны на своём языке разговаривать. И научить своего ребёнка на своём, чтобы разговаривал. Аул живёт, язык живёт. Если вот такая ситуация возникнет, что, скажем, носители этих языков переселятся в города, то, понятное дело, что сохранить этот язык в городе практически будет невозможен, так как на нём говорят небольшое количество людей. Даже язык, на котором он говорит практически миллион человек, это аварский язык, и у него появляются проблемы в городе, потому что многоязычие всё-таки приводит к тому, что обязательно нужен язык посредник в данной ситуации, русский язык. После обсуждения поднятых вопросов и проблем были подведены итоги конференции и принята резолюция, в которой предлагается разработать эффективные программы сохранения как государственного языка страны, так и родных языков Карачаева-Черкесии. Фатима Дорова, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесии, Карачаевск. Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская провела в республике мастер-класс. По инициативе Министерства культуры Карачаева-Черкесской республики в рамках реализации её проекта на Кавказе готовится программа на телеканале Москва-24. Её автор, ведущий Давид Вынер, поделился нашей съёмочной группой своими впечатлениями про визит в Карачаево-Черкесскую республику. Я в восхищении. Я в восхищении от того, что происходит в республике и что происходит в культуре республики. Для меня было совершенно откровением, что люди, пришедшие на мастер-класс к Любови Юрьевне Казарновской, не было ни одного из них, кто бы ни остался безучастным от процесса. Каждый сопереживал конкурсантам, пытались поддержать, записывали какие-то вещи. Не было ни одного человека, который был бы без телефона. Все слушали, снимали, пытались повторить. За мной сидели люди, которые пытались с закрытым ртом повторить те уроки, которые в этот момент даёт Любовь Юрьевна молодым исполнителям. Для меня было большим откровением то, что происходит в парках. Я давно не был просто прогуляться в парке среди обычных людей. Каково было моё изумление, что не было ни мата, не было ни сигарет, не было алкоголя. Представляете, насколько мы испорченные люди. А здесь для меня, ну, это такое раздолье, раздолье культуры, интеллигенции. Интеллигенции вот в том понимании, которое было 200 лет назад. Когда молодой человек даёт руку даме своей, когда она поднимается со скамейки. Когда нет вот этих вот гор мусора. Для меня это что-то необычное. А самое парадоксальное было, когда мы поехали в горы. Ну, я молчу по поводу этих роскошных швейцарских и гипрских пейзажей. Потому что вот глаза разбегаются, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево. Тебе нужно всё это увидеть здесь, здесь, здесь. И когда ты общаешься с простыми людьми, которые пасут коровок, у которых своё хозяйство. Во-первых, я давно не слышал такой грамотной речи. Мы можем сделать поправку на акцент, ну, потому что каждый регион в любом случае есть какой-то свой акцент в произношении. Но такой грамотной, культурной речи я не слышал очень давно. Я впервые на Кавказе, я впервые в Карачаево-Черкесии. И для меня, то есть, ну, человека, искушённого жизнью, поездками в других странах, европейских, Соединённых Штатов, мне всегда казалось, ну, мы же живём стереотипами. И вот этот стереотип о Кавказе, он у меня был разрушен в первые 15 минут. А дальше он просто, ну, нивелировался и уходил куда-то в виде праха. И когда ты понимаешь, вот мы шли по улицам ночью уже, и когда подходят люди, задают вопрос, простите, вы не подскажете, а который час? У меня было ощущение, что я, ну, где-то в Петербурге, наверное. Вот как-то так. Нет, нет, нет атмосферы зависти, обиды, непонимания, непринятия, нелюбви. Вот этой атмосферы нет. На этом субботний выпуск Гвисей подошёл к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова